В этот день 2013 года в Астане в музее первого президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева состоялось открытие фото-выставки «Семей в потоке времени», посвященной 130-летию основания Историко-Краеведческого музея этого города. На выставке представлены уникальные фотографии города XIX-XX веков. По ним можно увидеть историю города-семей. Это работы как известных профессионалов, так и молодых любителей фотографии. В этот день 2012 года в художественной галерее нового дворца школьников в Астане открылась выставка работ известных казахстанских фотографов Жанарбека Аманкулова и Руслана Тагаева «Обычная семья». В центре внимания фотоэкспозиции – герои светской хроники, врачи, учителя, госслужащие, актеры и люди с ограниченными возможностями. Их объединяет одно – дружная и сплоченная семья. Любовь и добро, которые излучаются фотографиями, в улыбках героев. В этот день 2012 года в Шимкенте прошел концерт американской джазовой группы «Шамар Аллен энд Андердокс». Музыканты из Нового Орлеана выступили на открытой сцене сквера Шамша в рамках традиционного летнего джазового фестиваля. Игра профессионалов не оставила равнодушным ни одного зрителя. И молодежь, и люди постарше танцевали у сцены и подпевали музыкантам, исполнившим ряд наиболее популярных джазовых композиций, а также собственные произведения. Судьи появились на футбольном поле лишь в 1873 году. Футбольные арбитры не имели свистка и пользовались для управления игрой только своим собственным голосом. 10 июля 1878 года на одном из футбольных матчей в Лондоне судить игру доверили полицейскому. И когда на игре возникла драка, он, не задумываясь, засвистел в свисток. Напуганные и ошеломленные игроки тотчас же прекратили драку. С тех пор арбитры на поле пользуются свистком. В этот день 1856 года родился американский изобретатель сербского происхождения, инженер, физик Никола Тесла. В октябре 1887 года получил патент на свою систему переменного тока. Между ним и Эдисоном разгорается конкурентная борьба, известная в Америке под названием «Война токов». Впоследствии взаимная неприязнь двух гигантов мысли привела к тому, что оба они отказались от номинирования на Нобелевскую премию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова